друзья приветствую вас на нашем канале сегодня мы идем в спа возможно в последний раз во всяком случае в качестве непривитых поскольку с завтрашнего дня в провинции валенсия вступают в силу новые правила по которым посещать места гостеприимства и места массовых мероприятий можно будет только при наличии к вид сертификата в принципе мера это достаточно неожиданная особенно на фоне того что ситуация с заражением к видам достаточно благоприятно ну то есть спокойно и в том плане что количество заражений совершенно невелико и в общем то все уже расслабились по статистике например прошлом месяце пока виду в больницу попали 186 человек 49 из них именно в палату интенсивной терапии это если учесть что население сообщества 4 миллиона примерно человек из них привитых порядка 90 процентов непривитых соответственно 400 тысяч человек примерно плюс минус на данный момент например в больницах лежит в палатах именно интенсивной терапии лежат 31 человек из них 11 человек привитых вроде бы казалось каждый третий человек привитый но лежит в палате интенсивной терапии но с другой стороны если учесть что привитых три с половиной миллиона человек из них всего лишь 11 попали именно вот с тяжелыми симптомами к вида то это ничтожно малый процент конечно по сравнению с теми кто не привит но суть не в этом суть в том что сейчас мы понимаем что прививки уже позиционируются как бы не с точки зрения просто и не знаю здоровье людей мы понимаем что нам не остается выбора в общем то и даже если мы имеем большое количество вопросов на которые до сих пор мы не видим ответы не слышим ответы мы понимаем что видимо нам тоже придется вакцинироваться уже даже не столько ради собственного здоровья и здоровья окружающих людей как говорится чтобы самим не заразиться и других не заражать как сказал глава правительства у каждой свободы есть свой предел не ни у кого нет права заражать других людей и так далее но суть в чем суть в том что мы не имея например к вид сертификата не можем сходить с детьми в цирк теперь мы не сможем участвовать и не в каких рождественских мероприятиях которые здесь проводится огромное количество они бесплатные но мы не сможем вместе с детьми пойти на эти мероприятия далее например мы не сможем в больнице посетить своего родственника нас просто не пустят нас не пустят в торговый центр вместимостью более 50 человек и так далее чуть раньше уже были введены ограничения именно по концертам там свыше по моему 4000 человек если на концерте то нельзя тоже его посещать без к вид сертификата было и по этому поводу особенно молодежь конечно которая не успела привиться сожалела что вот они могли бы такое количество раз быть на концертах которые тоже очень много здесь проводится бесплатно но из-за того что вот пока еще нет окончательно после второй дозы вакцины или вообще ее нет они не могут участвовать и в общем такая складывается ситуация что ставим вакцины для того чтобы петь танцевать в общем и участвовать в культурно-развлекательной жизни ну в общем то суть не об этом посмотрим конечно чем закончатся все эти ограничения пока правительство сказала что она вводит их на 30 дней я очень сомневаюсь что на 30 дней потому что когда-то тоже локдаун вводили на две недели в марте двадцатого года просидели мы почти четыре месяца и в общем то с тех пор не прекращаются определенные ограничения тем более сейчас новые штаммы к вида которые еще опаснее как нам рассказывают ну очень во всяком случае поскольку завтрашнего дня вступают все эти страшные ограничения мы решили сегодня сходить в спа и в общем то посмотреть следующий раз когда у нас получится еще это сделать и получится ли вообще вот ну и пока мы тут вот на пути хочу вам рассказать несколько слов о первых разочарованиях нашей новостройки квартиры в нашей новостройки дело в том что мы говорили о некоторых недочетах так вот прошел уже месяц после того как был акт подписан приема передачи квартиры до сих пор никто нам ничего не исправил пока нам пишут письма с тем что мы принимаем все меры для того чтобы потому чтобы и так далее но никто еще к нам не пришел и никакими проблемами не занялся дальше поскольку мы электричество подключали в течение пару недель то есть не сразу вы подключили когда появилось электричество в квартире мы проверили бытовую технику и оказалось что не работает варочная поверхность возможно она вообще не подключена как-то там мы естественно написали тоже соответствующее письмо по этому поводу нам прислали отписку что возможно вашей квартире жили арендаторы и они могли сломать и вашу варочную поверхность и типа вы как бы должны доказать что она была изначально не действующей вот поэтому в общем то вступаем сейчас бюрократические переписки по поводу вот этих всех недочетов и вот был еще такой один момент интересные у нас в спальне витражная дверь она через пару дней перестала открываться правда пришли очень быстро сотрудники компании которая устанавливала эти окна и двери вот и сотрудник раскрутил этот замок снял его подходит и говорит все дверь у вас открывается я все сделал я говорю да не вопрос она открывается на наш теперь не закрывается замка то нет она же теперь не защелкивается он говорит так у меня нет инструмента я приду к вам завтра и установлю новый замок и будет все нормально закрываться так она вас все открывается вопрос решен а теперь надо типа следующую заявку на то чтобы она закрывалась вот ну очень до сегодняшнего дня пока у нас еще эта дверь не закрывается и вот так вот и вот так вот мы в общем то решаем пока вопросы и сейчас очень много времени уходит на все вот эти вот переписки потом ожидания когда к тебе придут все это проверят сам факт установят что да это не функционирует или это на самом деле требует какой-то какого-то профессионального вмешательства но далее вот этих вот переписок пока у нас ничего не сдвинулось вот дальше что еще какой момент который мне не нравится так получилось что мы выбирали дом с большой террасы потому что нам очень бы хотелось что на нашем чтобы на нашей террасе стоял мангал газовый и ну как бы мы само собой вообще рассчитывали что он там и будет стоять но на собрании жильцов в общем-то эту тему закрыли запретили использовать газовые мангалы на террасах из-за того что запах от приготовленной пищи может не понравится соседям там и так далее то есть не в общем-то не с точки зрения безопасности какой-то пожарной а с точки зрения того что запах там или дым может быть пропахнет белье если у кого-то в это время может сушиться что-то на террасе то есть запретили на террасах ставить мангалы вот это первый момент который конечно тоже нас несколько под разочаровал так скажем далее что еще нам не очень было приятно это то что например четыре квартиры у нас на лестничной клетке да ну как бы на площадке и 33 квартиры у них в одном крыле не находятся у них свой собственный как бы общая зона пользования и одна квартира находится в совершенно в другом крыле и у нее тоже своя там собственно идет как бы зона как бы два квадратных метра площади которая закрыта дверью в подъезд то есть это вот те два квадратных метра которые совершенно вообще никому в этом крыле больше и не нужны жильцы вот этих квартир которые идут отдельно по крылу они вышли с предложением на собрание чтобы вот этот два метра вот это вот как бы как он прихожая да что можно было использовать например для того чтобы установить какую-то мебель и для обуви или пуфик чтобы сесть и обуваться чтобы можно было в эту дверь врезать сбок дополнительный чтобы это было безопасно вот ну естественно квартиры которых по три на каждой в другом крыле да на каждом этаже они выступили против этого и большинством голосов запретили использовать эту территорию для в общем-то личного удобства хотя оказалось бы какое дело вот этим трем другим квартирам у которых есть свой собственный коридор за своей собственной дверью какой в общем-то им дело до вот этого нашего коридора как бы и наша отдельная дверью с которой все находится совершенно в другом крыле и они все равно никак никто не сможет это использовать но это по принципу не достанься же ты никому и в общем то конечно такой момент был не очень приятный естественно из каждого практически этажа по три квартиры голосовали против а только одна за понятно что большинством голосов это предложение не прошло ну раз сегодня я уже ворчу выпуск у нас такой то еще один момент который мне конечно не нравится это стоимость парковочных мест то есть под домом вот эти парковочные места площадь которых например от 4 до 5 квадратных метров стоит от 15 до 20 тысяч евро то есть например вот это место стоит 15 тысяч евро с налогом это получается полтора миллиона рублей и вот это парковочное место которое чуть больше крайне она стоит 20 тысяч евро то есть налогом получается больше двух миллионов рублей как бы кажется совершенно необоснованно потому что квадратный метр если 4 квадрата стоит 20 тысяч то это 5000 евро один квадратный метр паркомест это дороже чем квадратный метр квартиры как бы у меня в голове просто не укладывается единственный еще тут правда есть плюс что к каждому месту парковочному идет как бы бонусом парковочное такое небольшое место для велосипеда кстати на это место прекрасно войдет мотоцикл можно здесь парковать и свой мотоцикл но не всем так повезло потому что некоторым достались вертикальные парковочные места для велосипедов естественно когда ты вот так крепишь велосипеды здесь ни о каком мотоцикле уже речи быть не может вот тоже самое вертикальные места и вот таких вертикальных мест для хранения велосипедов и гораздо больше чем горизонтальных также в подвале Под домом есть вот такие кладовки, они здесь называются, стоимость их от 6000 евро. Небольшие кладовки, которые тоже можно приобрести, либо взять в аренду, если кто-то купил и сдает ее в аренду и хранит здесь свои вещи. Удовольствие не дешевое, но удобное, конечно, потому что на балконах же испанцы ничего не хранят, никакой хлам, на балконах все красиво, мебель для отдыха и цветочки. Поэтому очень удобно иметь вот такую кладовку для каких-то вещей, инструмента. Друзья, на этом мы с вами прощаемся, до новых встреч, всего вам доброго! Субтитры сделал DimaTorzok